На катке Соборной площади впервые провели благотворительный матч по хоккею. На льду встретились команда правительства Ульяновской области во главе с губернатором Алексеем Русских и команда Ульяновского автомобильного завода «Патриот». Мы организовали благотворительный матч совместно с командой «Патриот» при поддержке УАЗа. Команда правительства против команды УАЗ «Патриот». Сегодня министры, коллеги наши, наши партнеры принимают часть этого матча. Наблюдая за игрой, зрители разделились на два лагеря. Одни бурно поддерживали команду правительства, другие болели за УАЗ. По словам капитана команды «Патриот» Адели Угазова, встречи на льду с таким сильным противником не боялись, хотя заведомо знали, что участвуют опытные спортсмены. Губернатор Алексей Русских, глава города Дмитрий Вавилин, руководитель областного Минздрава Александр Гошков и сам министр спорта Рамиль Егоров. Игра будет на равных, это 100%, я вам говорю, потому что они очень хорошо в последнее время тренируются и показывают тоже результат. Соответственно, мы как ветераны, мы не такие скоростные, но как бы тоже на своем опте будем выезжать, будем пробовать, конечно. Поэтому игра будет интересной. В благотворительном сборе приняли участие члены команды «Зрители». Собранные средства в размере 60 тысяч рублей направили на закупку инвентаря и техники для ребят из детского дома «Гнездышко». Также хочу поповедствовать детишек из детского дома «Гнездышко». У нас сегодня матч благотворительный, и сборные этого матча пойдут непосредственно к детишкам. Победу в матче одержала команда правительства со счетом 3-0. Другой матч по хоккею прошел в Ульяновском районе. Здесь, на Новом Льду, в селе Ундары, команда «Сельчан» скрестила ключи с командой жителей из рабочего поселка Ишеевка. «Спорт – это всегда прекрасно, он объединяет, это позволяет и с детьми больше пообщаться, и просто провести на свежем воздухе время. Мы все знаем, что у нас ковид, и есть определенные ограничения, которые нужно соблюдать, а именно игры на улице нам позволяют их минимизировать». Дружеское соревнование окончилось победой команды из Ишеевки со счетом 8-1.